Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня блог для любителей сладенького. Приготовим классический молочный ликер, очень вкусную штучку. Для приготовления нам понадобится половина лимона, половина апельсина. Цедра, снятая с этой же половины лимона, из половины апельсина. Ванильный сахар или ванилин. Если ванильный сахар, то 10 грамм. Если ванилин, Лариса, сколько получилось? 1 грамм. То есть, если чистый ванилин, то 1 грамм. Если ванильный сахар для выпечки, то 10 грамм. 350 грамм сахара, пол-литра магазинного пастеризованного молока длительного хранения и пол-литра алкоголя. Тут бы я хотел остановиться более подробно. Можно использовать обычную классическую магазинную 40-градусную водку, ну или 40-градусный самогон. Тогда крепость у вас получится на выходе где-то 17-18%, что в принципе является такой хорошей классической крепостью для сладкого ликера. Но мы с Ларисой любим крепкие напитки и крепкие ликеры. Поэтому я взял спирт, разбавил его до спиртуозности 80%. И вот из этого 80% спирта у меня получится ликер спиртуозностью где-то 36-35% спирта. То есть достаточно крепенький. Тут уже выбирайте, друзья, кто что любит, кому что нравится. Апельсин и лимон нарежем на мелкие дольки. Вот примерно на такие вот. Все это отправляем в банку, в которой у нас будет настаиваться ликер. Сюда же отправляем цедру. Ванилин. Подготовленный сахар. Млеко. Кстати, в ближайшее время сделаю еще яичный ликер. Там будет млеко и яйка. И спирт. Теперь, друзья, отправляем его настаиваться. При комнатной температуре настаиваться ликер наш будет 10 дней. Так как сахар у нас не растворенный, то пару раз в день, допустим, утром и вечером, хорошенько его вот так вот перемешиваем. После этого расскажу, что будем делать дальше. И сразу же, чтобы вы понимали количество. Совершенно спокойно этот ликер хранится в холодильнике 3-4 месяца. Уже проверено. Ничего с ним не происходит. Поэтому я вот спокойно делаю количество литр ликера. Если хотите уменьшить количество и сделать пол литра, ну, соответственно, количество ингредиентов, которые вы, кстати, найдете в описании, делите на два. Итак, друзья, через 10 дней с вами встречаемся. Ну, я буду взбалтывать каждый день. А через 10 дней встречаемся и заканчиваем, так сказать, приготовление, дегустируем. Не выдержал я 10 дней. Прошло всего лишь 8. Но, мне кажется, я попробовал напиток. Он уже полностью набрал вкус. Поэтому приступим к процеживанию. Вот, не знаю, как сейчас будет через это ситечко. Наверное, ситечко очень мелкое. Но, я думаю, что нормально процеживается. В общем, весь напиток процеживаем. Збалтываем, естественно, процеживаем. О, отлично. Процеживаем либо через мелкое ситечко, либо, если нет мелкого ситечка, можно воронку и мавличку использовать. Далее, как обычно, подготовим напиток к красивой подаче. Разольем по бутылкам. Вот, посмотрите, обратите внимание на консистенцию. То есть, ликер достаточно густой. Он немного тягучий. Но, явно, не водочная консистенция. Ну, так мы же туда и сахара добавили, собственно говоря. Для особого шарма украсим напиток этикеткой. Шаблон этикеток взял с канала «Счастливчик». Ссылочку на скачивание пустого шаблона оставлю в описании видео. Не очень этикетка подходит к этой бутылке, так как бутылка рифленая. На другой бутылке смотрится получше. Ну, ничего страшного. Будем дегустировать, друзья. Ликер молочный. Кстати, этикетка в шаблоне пустая. Тут просто написано «Домашняя винокурня». А дальше вы вписываете свое имя или фамилию и название напитка. Можно печатать на разных бумагах. Есть цветные бумаги, есть вот такая крафтовая бумага. Все это на Алиэкспресс продается. Очень доступно. Давайте будем дегустировать. Ну что, друзья, самое интересное и приятное – контроль качества, так сказать. Видите, такая ликерная хорошая консистенция. Красивый цвет. Ну и, конечно же, стоит сказать ваше здоровье, дорогие зрители и подписчики. По аромату. Пахнет апельсиново-лимонной цедрой. То есть, ну, пахнет как кондитерка реально. Хороший, приятный запах. Не резкий, не сшибает. А именно, вот легкий, приятный аромат. По пропорциям, по-моему, все хорошо. Вкус вообще изумительный. Причем, у меня были сомнения, что много сахара. Вот сахара как раз нормально. Он в меру сладкий. Он хорошо сладкий, но как должен быть ликер. То есть, сахара немного, на мой взгляд. По-моему, отличный ликерчик. Такой хороший кисло-сладкий вкус. С приятным островатым послевкусием лимонной цедры. Ну, он крепенький получился. Реально крепенький. Результат замечательный, друзья. Не стыдно порекомендовать вам этот рецепт, чтобы вы приготовили такой ликер. Ларисе, кстати, тоже очень понравился. Я ее сегодня, ну, уговаривал присутствовать на дегустации. Ну, что-то у нее какое-то недомогание. Она, как всегда, меня подвела. Ликер, ну, конечно же, десертный ликер. Ликер женский, я бы сказал. То есть, вот, там, после ужина посидеть при свечах с таким ликером будет совершенно, совершенно изумительно. Мне очень нравится. Так что-то я присосался к этому. Друзья, с удовольствием вам представляю молочный ликер. Ну, наверное, его правильно назвать молочно-лимонно-апельсинный. Может так, но ликер действительно вкусный. И я помню еще из 90-х молочные ликеры, которые отдавали реально химкой. Помните, продавались в бутылках, все ларьки были заставлены с таким привкусом юпи. Это совершенно другое дело. Хороший качественный продукт, который не стыдно поставить на стол компании, так сказать. Да в любой компании, по большому счету. Я думаю, что мужчины тоже по достоинству оценят. Особенно, если есть возможность с сигарой посидеть возле камина. И, так сказать, насладиться сладеньким. Поверьте, реально очень вкусно. Друзья, готовьте. Рецепт толковый. Готовится очень просто. Вы не пожалеете по вкусу. Ну и, конечно, если есть вопросы, жду вас в комментариях. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк, если считаете, что мы с Ларисой его заслужили. А мы готовим для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Пока.